Здравствуйте, в эфире программа бренда Верхневолжья. Один из самых известных гастрономических брендов Тверской области зародился здесь, в Торжке. Конечно, это пожарская котлета. Как Александр Пушкин принес популярность этому блюду? Каков оригинальный рецепт пожарской котлеты? Место, где впервые было приготовлено это кушание. Попробуем узнать эти и другие интересные факты. Котлета, известная сегодня как пожарская, впервые была приготовлена на месте, где сейчас находится восстановленная гостиница пожарского. Два столетия назад она была одним из самых знаменитых трактирных заведений Московско-Петербургского тракта. Как сказал академик Лихачев, через гостиницу пожарских прошла вся русская культура 19 века. Здесь побывали не только Пушкин, Соболевский, Гоголь, Тургенев, Оксаков, Толстой. Мы находимся, если мы в 19 веке, в 18 переносимся не в гостинице, конечно же, в трактире. Путешествия были долгими, сложными, поэтому главной функцией дорожных заведений было именно накормить. Поэтому все гостиницы назывались трактирами. Пожарские котлеты вошли в историю кулинарии благодаря владельцам трактира семье пожарских. Славу этому блюду принесли знаменитые постояльцы, а также поэтические строки Пушкина 1826 года. В письме к Соболевскому из Михайловского в Москву Пушкин создает для своего любимого друга свой знаменитый гастрономический путеводитель. Его второе четверостишее посвящено Торжку. На досуге от обеды у Пожарского Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке. Лев Николаевич Толстой проезжал через Торжок. В его повести «Два гусара» есть и такие строки. Из Москвы, выезжая в Петербург, в повозке или карете, ехали 8 суток по пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в алдайские колокольчики и бублики. То есть слава этой гостиницы была буквально весь XIX век. Гостиница перестраивается не один раз. Впервые это произошло, когда купеческая дочь Дарья Пожарская решила улучшить условия и осовременить трактир. Тогда и появляется знаменитый фасад, украшенный эркерами. В конце 30-х, начале 40-х годов Дарья Евдокимовна совершает свой амбициозный проект. Перестроить здание, оставшееся от отца, и превратить его в трактир, в роскошный такой дворец. По тем временам для торжка гостиница и правда была роскошной. У Дарьи Пожарской не раз останавливались и члены императорской семьи. По сведениям председателя Тверской архивной комиссии Ивана Иванова, Дарья Пожарская подавала завтрак в торжке Николаю Первому. После этого случая трактирщица была приглашена к царскому двору, чтобы приготовить куриные котлетки, которые впоследствии стали известными под именем Пожарских. Откуда появился рецепт котлет, на этот вопрос существует несколько ответов легенд. По одной из них он был подсмотрен на петербургской кухне, другая гласит, что француз-постоялец, который не смог расплатиться, поделился рецептом с семьей Пожарских. Фирменные котлеты Дарья Пожарская готовила из рубленной курицы, но также есть варианты из телятины и рыбы. Сегодня это блюдо можно найти в меню многих ресторанов, а кулинарные традиции поддерживаются на фестивале у Пожарского в торжке. Здесь каждый год выбирают авторы самые вкусные котлеты, и участники постоянно совершенствуют технологию приготовления, основываясь на оригинальной рецептуре. Чтобы довести Пожарские котлеты прямо до той нужной консистенции, которой они были ранее, нашли старинный рецепт, две части мяса куриного и к ним одну часть масла. А первоначальная панировка – это были хлебные крошки. Котлеты получаются нежные, воздушные. Главное – это выдержать технологию приготовления. В гостинице Пожарского котлеты готовили до середины 19 века. А в 20-м столетии здание выполняло самые разные функции – от купеческого клуба и электротеатра до исполкома и клуба железнодорожников. В 92-м году началась реставрация, но через 10 лет гостиница сгорела. Уцелел только первый каменный этаж. В итоге памятник архитектуры был восстановлен и создан музейный центр – подразделение Всероссийского историко-этнографического музея. Совсем скоро здесь и настоящими котлетами угостят и с удовольствием расскажут, что же так прославила новоторгскую гостиницу Пожарского.